Хей! Всем привет! Вы на канале Софико Интертейнл. И сегодня у нас новая теория по каналу Небеда Страшинки. Вы достаточно долго ждали теорию о родителях Сони, о том, где они работают и почему, как не то образом, связаны с мистикой. Сегодня мы попробуем в этом разобраться. Для сегодняшней теории я подготовила достаточно большую схему, которая находится у меня со стеной. Итак, вот наша сегодняшняя доска с карточками персонажей. Давайте начнем с самого понятного. С дяди Гриши и тети Нины, то есть родителей Сони. Итак, мы знаем, что они работают с какими-то аномалиями. Например, помните, как они уезжали в командировку на миллион подписчиков на Сонином канале, где были серии с Дибугом. Насколько вы помните, они разбираются в каком-то старом доме, где происходили какие-то странные явления. Также давайте вспомним, что делала инопланетянка Карина в доме Сони, когда принесла ей узу и забрала шкатулку. Она что-то искала в черном портфеле дяди Гриши. И там она нашла материалы про Слендермена. Насколько мы знаем из слов Карины, это также их инопланетный агент. А еще в предыдущих сериях Сони находила в этом же черном портфеле материалы про Бома и Гулей, про Слендерину. Не кажется ли вам странным, что в портфеле обычного работника находятся такие материалы? В недавно вышедшей серии тетя Нина говорит, что где-то они находили кольцо, с которым были связаны какие-то странные явления. Из этого можно сделать вывод, что они действительно работают над какими-то аномалиями, связанными с потусторонним миром. При этом родители Сони не верят ей, что с Сони происходят разные мистические проблемы. А при виде Морфеуса тетя Нина и вовсе упала в обморок. Что это? Она его инсценировала или действительно испугалась говорящего зеркала? Может ли быть такое, что после каждой командировки, после каждого такого задания им стирает память обо всем, что происходило мистического, и естественно восстанавливает ее, когда они прибывают на службу снова? Это звучит достаточно интересно, ведь это может объяснить, почему они не верят Соне, но в то же время каким-то образом работают с аномалиями. Теперь давайте перейдем к остальным членам семьи Майер. Давайте поговорим о связи Рудольфа и дяди Гриши. С той самой серии, где дядя Гриша и Рудольф встретились после долгой разлуки, меня не оставляет вопрос, может ли это быть отсылкой к Gravity Falls. Ведь посмотрите, они пьют чай из чашек Gravity Falls. При этом один брат-близнец является ученым, который работает где-то в дальнем городе, закрытом, и не подает о себе никаких сигналов в течение долгих лет. Другой же брат тоже каким-то образом связан с паранормальными явлениями, но в то же время живет со своей семьей в обычном городе и так далее. Не напоминает ли вам эта стена из Стэнфорда? Мне кажется, это достаточно похоже и вполне может быть либо отсылкой, либо действительно повторением сюжета. После долгих рассуждений я установила, что у Майеров было как минимум четыре ребенка, то есть было четыре человека, два брата и две сестры. Тетя Аня или Аля, как мне подсказали в комментариях, мама Насти, Рудольф, дядя Гриша и некая Ангелина Майер, которая, как вы помните, в 17 лет умерла. Про Ангелину Майер мы говорили с вами в предыдущих выпусках, поэтому думаю, что не стоит поднимать эту тему снова, чтобы не затягивать видео. Но все-таки я ограничиваюсь примерными сведениями. Ангелина Майер была также сестрой дяди Гриши, Рудольфа и тетей Али, мамы Насти. Потому что известно Соне и Насте от родственников, Ангелина Майер умела колдовать и активно этим пользовалась, и умерла в 17 лет. Больше ничего конкретного мы о ней не знаем, только то, что на чердаке тетя Аля, мама Насти, хранила вещи Ангелины Майер, которые впоследствии оказались принадлежащими в Волок. Там был в том числе и Морфеус, с которым имела дело Полина. На данной схеме четко показано, что были связаны тетя Аля, мама Насти, Полина, так как тетя Аля интересовалась прошлым Полиной и каким образом она пропала. Чердак, где были найдены Морфеус и другие артефакты, которые в итоге оказались принадлежащими в Волок. И естественно тетя Аля связана с Амалией, так как она была ее подругой детства. И в параллельной реальности мы узнаем, что она даже назвала в итоге Настю в честь Амалии. Ну, в том случае, когда Амалия не умерла. В итоге получается такой сюжет, что началось вроде бы, насколько мы знаем, все с Полиной, которая жила сто лет назад и была практически точной копией Сони, Насти и Анджелики, что является не просто совпадением из-за того, что всех их играет Соня. А это говорится в видео. На это указывается. На это обращается наше внимание, что следовательно ведет к догадкам о том, что Настя, Соня, Анжелика и Полина похоже не просто так. Насколько мы знаем дальше, ни бабушка, ни дедушка Сони не были никаким образом связаны с мистикой. По крайней мере, об этом нам не говорят. А дальше идет как раз эта четверка. Две сестры и два брата, которые плотно связаны с паранормальными явлениями. Причем каждый. Ангелина Майер колдует. Гриша занимается расследованием разнообразных паранормальных явлений. Рудольф работает в каком-то дальнем, закрытом городе с, видимо, разнообразными существами, технологиями и так далее. Ну, как мы понимаем, то, что он изобрел телепорт, это технологии будущего. И тетя Аля, казалось бы, не особо связана с мистическим миром, но она разбиралась сама с историей Полины и с историей Ангелины Майер. И что на чердаке могут делать вещи Ангелины Майер. А также, помните, в той самой сцеле, где Соня попала в параллельную реальность, Настя с того же самого чердака принесла чемодан с надписью СН. И дата, скорее всего, стоит именно от того года, когда жила Амалия. Какой из этого можно сделать вывод? Чердак непростой. Да и тетя Аля, мама Настя, тоже вовсе не самый обычный человек. Тем более, насколько мы знаем, и Полина, и Ангелина Майер имели дело с волак. Полина заколдовывала книгу волак на своей крови, чтобы никто не связываясь с никого на ее узами достать книгу не мог. Помните? И Морфин знал, как Полину, так и Ангелину Майер. И он сам подтверждал, что они очень сильно похожи. Это очень интересно. И здесь гораздо больше загадочного, чем кажется. Ну, а на этом сегодня закончим с теориями. Всем спасибо за просмотр. Спасибо за подписки, за лайки, за комментарии, за кучу идей. Меня очень радует то, что вам это интересно, то, что вы смотрите это, то, что вы сами начинаете мыслить над этой ситуацией, над тем, что здесь все не так просто, как кажется. А теперь на этой ноте всем пока!